Так, постулат Железова. Внимание! Следующий момент. Господи, как время летит. Не успею опять. Присылает мне опять брата сиренную ссылку, а там опять 600 тысяч просмотров. Обдирание старой коры. И тогда я написал. Это мой постулат. Обдирание старой коры дерева. Это как раздеть докола человека перед морозами. Поняли? До гола. Наверное, тут надо вот так вот было. Чтобы не смеялись, что я не грамотаю. До гола. Человека перед морозами. А вот этот человек этого не знает. Вот. Вот он берёт, он не понимает ничего. Он не знает, что в данном случае это шуба старого дерева. Заскорузлое. Это самое. Мхи, лишайники, грибы. Это всё в данном случае играет положительную роль. Потому что под ними мёртвая кора. Это не просто пустая, ненужная работа. Но вы что? Это надо было показать крупный план. А нахрена? Деревья калечили. А дальше что? Дальше он берёт шпатель. Всё? Нет. У него заготовлено. Дальше он берёт нож. Продолжает резать. Сдирать. Потом берёт пилку садовую. И опять сдирает. Потом берёт щётку по металлу. И опять сдирает. Видели? Вот. А потом человек доводит до такого состояния. Это знаете, это из этого, ну, как его называют-то? Популярного канала. Вот. И там человеку, ему дают советы. Ну, вспоминаем. Да вы уже это так. Ну, правильно. Шпатель. Этот самый. Щётку по металлу и фунгициды. Вот. Я думаю, влезь туда. Опять выскочим мы с братом оттуда в дерьме всех. Вот. Понимаете? Ну, что мне только говорить? Вот только это. Больше ничего. Понимаете? Маленький шанс у тех ещё надеяться спасти дерево. Надеяться. Иначе зачем он фотографию присылал на популярный сайт? Ну, ещё надеяться. Да дайте спокойно померять. Он ещё может пожить, если его не трогать. Вот всё, друзья мои. Немножко повторюсь. Я не могу иначе. Потому что это сколько всё больше собирает популярность вот эти. Ну, там было 200 тысяч просмотров. Или там этих подписчиков. Вот уже 300, вот уже 500. Вот. Поликлина третий миллион, она остановиться не может. Представляете, сколько вреда? Поддерживающая терапия. В первую очередь надо запустить в корни кору яблони. Сейчас я это разъясню. Я вам показывал, но не разъяснял. Всё сделано до примитивного. Просто разогреваем кору бороздованием. Представляете, слово. Это когда калечим. Порезаем кору на ветвях. Смотрите, на ветвях. Представляете, сколько в дереве? И стволим вдоль. До древесины. Одной целой линии до самой земли. Ну, то есть, наверное, сколько хватит. Там же метр, а не там высоко. На метр, на два, на два с половиной. И давай вот так вот резать. Вет, крат. Я показываю. Я перевожу на нормальный язык. Кстати, делаю нож. Ну, как-то страшнее даже. Торсейка на ножку рука. Ветка. Раз. До земли. Вторая уже до этой линии. Два. Три. Четыре. Встал на цыпочки. Ещё. 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 Всё дерево изуродовало. А сейчас я попробую эту прокомментировать. На ветках по одной борозде. На стволе две с двух сторон. Поняли? Хора стягивает ствол хомутом и мешает нарастать новому тканю. Вы понимаете? Бог создал деревья. Деревья миллионы лет приспосабливались. У них есть обязательно лето и зима. Деревья всегда выживали и в ледниковом периоде. Почему? Вы думаете, случайно, когда мы берём семена и делаем двух, трёх, бывает четырёх, пяти, шести месячное охлаждение в песке, в сыром песке, аналоги почвы. Так? Для чего мы это делаем? Или садим подоси. А потому что в теплопродяжение всходят. Это о чём говорит? О том, что какие бы ни были роскошные деревья, но у них были времена между ледниковыми периодами. Вот так. Тепло, мороз, тепло, мороз. И это всё было. И деревья делаются так. Почему я должен это объяснять, когда это, по идее, должно быть в этом. Что это не в южном садике объясняет? Даже не в первом классе школы. Ну, что ж тут не понять. Лето, летом дерево растёт, растёт, растёт. Выросла свежая молодая кора. Приходит зима. Зима, особенно у нас, она такая, что буквально на морозе дубеет кора. Она и должна дубеть. Она должна дубеть. Это и шанс выжить. Вот эта вот твёрдая кора, шанс выжить. Приходит весна. Вы представляете такие простые вещи? Ну, и тот же написал эту идиотскую статью. Приходит весна. И дерево начинает расширяться дальше. То есть пошёл рост. Готовое кольцо, помните? Дальше расширяется. При этом кора лопается. Лопается. Видите? Мешает нарастать. Не мешает, а просто лопается. Никто дереву не мешает. Триллионы деревьев. Миллионы лет. Вот так вот росли. Начинается это. И кора лопается. И кто-то решил помочь. В нашей холоднючей жизни, в нашей холоднючей стране, самой северной стране в мире, вот, вдруг мы должны брать и калечить кору, она без нас не раскроется. И вот и получается, что калечим. Ну, а дальше что? Тут же давайте всё, давай, вот, вот, всё, искалечили. А дальше давайте лечить. Вот, предусмотреть, а чем больше не отлечу. Вот эта фотография бесценная, потому что мне пристал человек. Вот. Вот тут я и то не сразу заметил. Смотри, там на дальнем плане есть ещё один. Третий лет. Кому-то. Вот, я сразу не заметил. Вот человек, он что сделал? Он не всю, конечно, вот так вот. Там, с два метра сверху до земли. Но всё-таки прилично искалечил. Да? Согласны? Вот. Перерезаны сосуды, пишу я. Перерезаны сосуды. А теперь смотрим сюда. Он же не понимает слово сосуды. Где же его знать-то? Он же знает, что разогревает кору. Вы видите вот это место? Вот это самое опасное место на любом дереве. Самое, как его назовём? Самое слабое. Самое незащищённое. Вот это вот. Почему? Здесь идёт, когда, а об этом тоже не знает любитель гнуть, здесь дерево под урожаем и под собственным весом. Появляется такое напряжение. И здесь появляется первая язва. Вот, приглядитесь. Это я всё стараюсь, что когда-нибудь, пусть студентам мои фотографии. Вот. Заящи коньяку продам любому институту, пусть студентам учат. Вот это, вот эти фотографии. Заящи коньяку. Смотрите, я шучу. Вы видите, что вот это уже началось разрушение. Вот оно. Уже началось. Вы видите вот эту черноту. Вот чернота. Вот чернота. Дерево уже худо. Это место самое слабое. Когда ветка, я надеюсь, он не отгибал. Она по собственной тяжести отгибалась. Плюс, может быть, плоды. И здесь начинаются растягиваться ткани. Буквально, как резина. И они теряют прочность. И вот уже ранки. И вот этот человек, который не видит эти ранки, не видит эти трещины, не видит черноту, берёт, ведь что он сделал? Он сосуды перерезал. Ну, а теперь я бы ему посоветовал. Вот он нож у меня настолько острый. Вот я тупым концом. Вот эта пяточка для окулировки. Вот. И давайте вот так вот. Себе, себе. На так, чтобы кровь хлынула. А? И вы тогда поймёте, как вы калечите деревья. Пусть человек обманул себя. Пусть человек доверчивый. Но он прислал мне фотографии, которые бесценные, которые нужны в институтах, университетах, чтобы вот это вот видели, вот эти трещины видели. Что нельзя перерезать сосуды. Нельзя. Помогли дерево. Пишу. При любых операциях с режущими инструментами перерезаются сосуды. Вопрос. Когда проведут специальные опыты? Вы видите, ребята, куда мы заехали? Считайте, что это учёба. Я как бы, подспутывая, всё-таки вам доказываю, что не берите в руки нож. Ведь вас же учат этому. Вот же там сотни тысяч. Сотни тысяч прочтут вот это. Сотни тысяч. Они доверчивы настолько. Вот оно. Теперь он залечивает. Видите, что интересно? Вот тут мы не видели четвёртую ветку дальнюю. И она была искалечена. То есть с этой стороны провёл. Да? Вот смотрите. И с той стороны провёл. Мало бы искалечено. Вот. И давай теперь посмотрим, что здесь творится. Ну, чуть-чуть отвлекёмся. Я показываю эту фотографию, но я не могу. Гриб-трутовик и гриб-тяга – это одно и то же. Гриб-трутовик подвержен страшной ненависти, пропаганда ненависти к грибу-трутовику, хотя он безобидный работяга. Трутовик – это слово труд. Ну, понятно. Труд – это разные слова. Но в данном случае для меня они почти однокорневые. Вот. И если здесь вот так выступает тяга, значит, она внедрилась далеко в середину дерева. И когда вы берёте нож, как тут написано, берёзовая гриб-тяга победил берёзу, она засохла. Наоборот. Сперва засохла берёза. И по мере высыхания, появления мёртвой ткани, развивался гриб. А не наоборот. Гриб-то не виноват в этом. Срубил гриб, спас дерево. Вот-вот. Бежок нет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»